Здравствуйте! Я сегодня вам хочу рассказать и, конечно, показать, как я комбинирую свои вещи, свои наряды. Начинаю перед вами, стоя в сарафане. Ну, зачем к этому сарафане, ну, там что-то еще придумать, какие-то кофточки, какие-то безрукавочки, да, какие-то накидки? Зачем, во-первых, чтобы не показывать то, на что уже неприятно окружающим смотреть, спрятать, да? Затем, иногда тепло-тепло, жарко-жарко, а к вечеру прохладно, вот и тоже понадобится такая накидочка. На мне накидочка, которую сделать довольно сложно, особенно сложно сделать тем, кто не умеет вязать и не умеет шить. И эта накидочка готова, это вязаная готовая накидочка. Но есть у меня накидки, которые я сделала своими руками, я вам сейчас покажу. Вот эту накидочку я делала своими руками. Ну, здесь такая ткань, видите, как сетка, может быть, это и есть сетка, я говорю, рыболодецкая сеть. Очень просто ее сделать, очень просто ее прошить, и обходится она очень дешево. Здесь нет никаких ни пуговиц, ни крючочков, ни замочков, просто такие хвостики, которые я завязываю. Эта накидочка мне очень нравится, хотя она очень простая. Почему? Она довольно теплая, невзряя на то, что много здесь дырочек, и длинный рукав. И поэтому, когда вечером прохладно, действительно, я вот ее надел, даже комары не кусают. Вот такая приятненькая накидочка. Ее можно, конечно, пошить, даже тем, кто не умеет строчить, и кто плохо шьет. Вот такую накидочку можно пошить, потому что она легко шьется. А еще, допустим, у меня есть такие круглые салфетки. Некоторые из них я сама вязала, некоторые достались мне по наследству. Вот. И, естественно, если у вас есть такие салфетки, и вам понравится моя идея, ну, это не только моя идея, я так смотрю, что многие специально вяжут такие накидки. Зачем я специально вязать, если у меня есть такая салфетка? Я ее наброшу на плечи, и мне будет тепло, уютно. Ну, к этому сарафану, наверное, все-таки белая салфетка не пойдет. Оператору она не нравится. Если там порыться в моих закромах, да, то можно найти еще. Вот я нашла еще одну такую салфетку. Она довольно красивая. И по цвету лучше подходит моему сарафану, да? Значит, ее можно использовать и как скатерочку на круглый стол, и как накидочку на плечи. Если бы я вам не сказала, что это салфеточка, то вы бы с первого раза не поняли, что так. Так что можно спокойно, особенно до дачи вечерком. Вообще, в общем, классненько, да, и все, мне нравится. Вот еще один вариант. Можно просто на плечи накинуть платок. Только немножко необычным образом его накинуть. Будет тепло, уютно, и можно пойти погулять. Я всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. Пока.